Вторая тема, которую я хотел затронуть, это шумиха, связанная с высказываниями Кадырова о том, что он будет наказывать, убивать, казнить людей, которые как-то что-то комментируют, нарушают единство, как он говорит. И эту тему прокомментировал его пресс-секретарь Альвий Каримов. Альвий Каримов заявил, что перевод, сделанный журналистами BBC, он неправильный. Кадыров, видите ли, вообще он имел в виду совершенно другое. И вот эта вот тема с переводом, она очень интересна, потому что сегодня она будет у нас очень актуальна. Сегодня мы с вами пройдем, получим урок чеченского языка. Вместе его пройдем, вместе его выучим. Когда я делал себе эту отметку про высказывание Альвии Каримовой, тогда я еще не знал, что будет урок чеченского языка. Но это сейчас весьма кстати, вот эта вот тема. И на самом деле то, что мы сейчас обсудим, это затмит вот эту тему с Альвией Каримовым. Дело в том, что всегда, что бы ни сказал Кадыров, нам почему-то его сторонники, его пресс-секретари, его разные там рупоры, всегда говорят о том, что якобы перевод сделан неверно, неправильно. И вот сейчас тот момент, когда мы с вами конкретно посмотрим, разберем, сначала получим урок от пропагандиста Кадыровского, получим с него пользу, с этого урока, и затем применим эти знания, знания чеченского языка, которые мы от него получили, мы их применим и разберем высказывания Рамзана Кадырова. Итак, начнем мы с истории о том, как Рамзан Кадыров произнес слова, несопоставимые с религией ислам. Это произошло еще несколько лет назад, когда он сказал, что да, действительно, мы предаем Аллаху-Сотоварища, но делаем мы это из-за того, что они являются приближенными, близкими к Аллаху людьми. Эти слова старые, и когда-то давно еще они были, на них были наложены субтитры, этот ролик гулял, он, в общем, это не какая-то новая тема. Но эта тема получила свое второе дыхание, когда внук бывшего муфтия Саудовской Аравии, шейха Ибн База, да помилуйте его Аллах, когда он отреагировал на то, что Кадырова очень с почестями такими приняли в Саудовской Аравии, и он тогда высказал свою критику. И я призвал тогда студентов исламских вузов переводить высказывания Кадырова, доносить их до арабской аудитории. И вот тогда на эти его высказывания были сделаны арабские субтитры, и внук шейха Ибн База дал этой теме второе дыхание, когда опубликовал у себя в Твиттере высказывания Кадырова. И об этом написали «Кавказ Реалий», там другие издания. Я тоже эту тему прокомментировал, выложил у себя в Телеграме, также где-то в эфире у себя об этом упомянул, и даже эти его высказывания вставил. И вот сегодня кадыровцы решили эту тему опровергнуть, и при этом научить нас чеченскому языку. Кадыровский рупор, его пропагандист по кличке «Иллюзионист», он записал видеоролик, попытавшись оправдать Рамзана Кадырова и сделать то, что для них уже не ново, в принципе, то же самое, что попытался сделать Альвий Каримов. «Иллюзионист» решил сказать, что перевод этих слов Кадырова сделан неверно. Итак, послушаем, давайте послушаем, что говорит «Иллюзионист». В субтитрах у них написано «Да, мы предаем Аллаху сотоварища, но предаем только по причине того, что Авлия является приближенным к Аллаху». А на самом деле его слова переводятся буквально так. Мы предаем Аллаху сотоварища, или признаем устаза так, как он является приближенным ко Всевышнему. Объясните это людям, говорит он. Он говорит именно это, и любой знающий чеченский язык это поймет. Он говорит, что Кадыров не говорит тех слов. Кадыров не говорит, что мы предаем Аллаху сотоварища, но делаем мы это потому, что считаем, что они близки к Аллаху. Что на самом деле он там говорит другое. Я сейчас прослушиваю. Объясните это людям. То есть он сказал не это. Мы признаем устаза потому, как он является приближенным. Обратите внимание, или он говорит, или признаем устаза, так как он является приближенным. Он говорит, что Кадыров там сказал, или признаем устаза, потому что он является приближенным. И далее говорит, что любой чеченец, любой человек, понимая чеченский язык, он это поймет. И на чеченском языке говорит, тот, кто знает чеченский язык, он это поймет. Далее он, обращаясь уже к нам, он говорит, покажите нам, где, значит, Кадыров типа сказал но. Послушаем этот момент. Покажи нам слово но, которое вы использовали в субтитрах. Е, которое он произносит, это значит или, переводится как или. А но, которое вы употребили в субтитрах, было бы, скажи он, ама. Чеченское слово ама, но. Итак, он говорит, покажи нам слово но. Кадыров, то, что говорит Кадыров, он говорит, это слово е. В чеченском языке есть е, в некоторых диалектах говорят ле, как, например, говорит Кадыров. Это очень важный момент. Это просто на нем нужно остановиться. Потому что в диалекте Кадырова не говорится е, говорится ле. Как мы говорим е-гер-е-вэш, они говорят ле-гер-ле-вэш. Это очень важный момент. И он говорит, что Кадыров сказал якобы вот это ле или е, что в чеченском переводится как или. И он, обращаясь ко мне, говорит, покажи, говорит, где он, Кадыров, произносит слово но. Которое в чеченском языке звучит как ама. И он абсолютно прав, действительно оно так и звучит. Смотрите, я для начала хочу определить один момент. Что те субтитры, которые были сделаны на том ролике, это не мои субтитры, это не мой перевод. Это этот ролик, он существует уже давно, эти субтитры на него наложены очень давно. Не я это делал. Но тем не менее, сами эти субтитры и этот период являются правильным. И это мы сейчас очень легко докажем. Использовать для этого мы будем, чтобы никаких не было к нам претензий. Я специально взял тот, то видео, которое иллюзионист выложил у себя. То есть этот момент, где Кадыров проговаривает эти слова. Вот так как он у себя это выложил, я оттуда это просто скачал. И вот сейчас мы прослушаем из ЧГТРКшного источника, что и как конкретно сказал Кадыров. Итак, внимание. Теперь послушаем самый важный момент. И послушаем его максимально внимательно. Итак, смотрите. Я не буду переводить все, а именно тот момент, который является предметом спора. Я беру каждое слово по отдельности и перевожу. Кадыров говорит следующее. Теперь по каждому слову. Вы, мы, нас, наши. Вы это чеченское слово, которое можно перевести и как мы, и как наша, нас. В данном случае здесь говорится мы. Идет речь из контекста, понимаешь, что говорится мы. Вы, мы. Веш, вверх. Веш это чеченский глагол делать, создавать. Веш, вверх, то есть делаем. Вой, веш, вверх, мы делаем. Делц с Аллахом, Аллах, с Господом, Господу. Дел, это Господ будет, правильный перевод. Вой, веш, вверх, делц. Мы делаем с Господом, Господу. На пост, на пост, это чеченское слово товарищ, сотоварищ. Ву, это утверждение, что да, это как из английского из. Как my name is, мое имя. И из это, вот так же в чеченском языке, с, ц, ю будет. Мое имя, это вот это вот слово ву, ю, это утверждение. Итак, вой, мы, веш, вверх, делаем. Делц с Господом, на пост, сотоварища. Теперь правильно это все прочнем. Мы делаем Господу, сотоварища. Слово делаем в данном контексте можно перевести как предаем, создаем. То есть, мы применяем. В итоге, правильный перевод, если по смыслу будет. Мы предаем Господу, сотоварища. Далее. И вот здесь самый важный момент. Это тот момент, где он говорит, что не было слова «но». Этого слова «эмма» здесь не было. И он прав, действительно, здесь не было слова «эмма». Но было другое слово. Делах, говорит Кадыров. Делах, дел гергер так оба вой, и дел гергер так вол дэра. Теперь по словам. Слово делах, слово делах, сеченского языка, переводится как «ну ладно, и все же». Типа, такое, либо в некотором контексте оно может быть переведено как «но все же», в некотором контексте оно будет переведено как «ладно». Хорошо, окей. Я приведу примеры. Например, обращается сын к отцу и говорит «Отец, отпусти меня на улицу». И отец говорит «Не пускаю». И сын говорит «Пусти меня на полчаса, я через полчаса вернусь». И отец говорит «Ладно, иди». То есть, в данном контексте Делах будет переведено как «ладно, ничего, иди». Другой пример. Допустим, мы говорим «На все воля Аллаха». На все воля Аллаха, но все же нужно создавать причины. В данном контексте слово Делах будет переведено не как «ладно», а переведено как «но все же». Это очень важный момент, потому что в том предложении, которое говорит Кадыров, слово Делах переводится именно как «но все же». Теперь вернемся к высказыванию Кадырова. Кадыров говорит «Мы предаем Господу сотоварища». Но все же мы принимаем принятие Кабал. Но все же мы принимаем этого близкого. Гергор – это близкий. Гергор, слово членское «гергор» – это близкий. Так называют родственников, так называют людей, которые приближены. Гергор – приближаться. Делах, говорит Кадыров, но все же Дел Гергертек, приближенного к Господу человека, мы его принимаем, говорит, к оба ловой. И Дел Гергертек, потому что он приближен, близок к Господу, говорит Кадыров. Теперь вот это вот слово Делах, в этом слове Делах, уже есть слово «но», но все же. И если убрать оттуда все же, смысл этого не меняется. Поэтому тот перевод был верный. Просто он был, наверное, его можно было бы еще дополнить словами «но все же». Но от этого смысл не меняется. Кадыров говорит, мы придаем Господу сотоварища, но все же, но все же мы это делаем. Не просто так, мол, мы это делаем, а потому что он приближен к Господу. Поэтому мы это делаем. Вот что говорит Кадыров дословно. И вот как раз-таки вот этого слова «или», которое в разных диалектах звучит как «е» или как «ле», а в диалекте Кадырова он должен был звучать как «ле», он этого там вообще не говорит. Вообще. Кадыров не упоминает слово «или». Поэтому тот перевод был абсолютно верный. И знаете, что я из этой ситуации понял? Заветной мечтой кадыровцев является то, чтобы вот однажды утром они проснулись, и все люди в этом мире были бы идиотами. Это заветная мечта кадыровцев. Они наверняка каждый день во сне видят, что вот так однажды они проснулись, и все люди идиоты. И тогда вот подобное объяснение, подобная чушь, она, наверное, зайдет людям. Ее, наверное, примут. То, как иллюзионист пытался выгородить своего падишаха, сказать, что якобы он этого не говорил, исказить эти слова, это приемы не для видео. Это, наверное, упражнение для фигурного катания, для художественной гимнастики. Но это не для видео. Не записывая на камеру, нужно так изворачиваться. С такими, как бы, навыками нужно идти куда-то туда, в спорт. Куда-нибудь в художественную гимнастику лучше всего, наверное. Там вот эти вот извороты очень помогут. А здесь идиотов нет, которые на эту тему купятся. И иллюзионист, для тебя я специально хочу из другого твоего ролика привести слова. Ты говорил буквально так, что у тебя нет ни одной совместной фотки с женой за 10 лет. И сейчас, когда тебя ткнули твоей же мордой, твою же собственную ложь, ты вот так нагло это отрицаешь. Что должно случиться, чтобы тебе было стыдно? А твой падишах, иллюзионист, сказал, что он предает Господу сотоварища и делает это, потому что считает его приближенным к нему. Вот это сказал твой падишах. И что еще нужно сделать, чтобы тебе стало стыдно, чтобы вам стало стыдно, иллюзионист? Я, ты знаешь, в отличие от твоего падишаха, мои слова, они как раз таки были в контексте, в контексте нарушения чеченских обычаев. И как ты до этого говорил, вот тот, кто знает чеченский риток, прекрасно знает, что я там говорил, что я имел в виду. И самое главное, о чем шла речь, в контексте чего говорю я. А вот как объяснить то, что в контексте появления первого хафиза, Кадыров говорит о том, что он предает Господу сотоварища и делает это, потому что якобы они приближены к Господу. И чем эти слова Кадырова отличаются от слов многобожников, которые сражались с пророком Мухаммадом, мир ему и благословение Аллаха? Ведь Аллах говорит в Коране, «Спроси их», говорит, «Кто управляет Вселенной? Кто сменяет день с ночью? Кто воскрешает, умерщвает?» Они непременно ответят, что Аллах, а к ним, к этим божествам, они им поклоняются только лишь для того, они так говорят, что они им поклоняются только лишь для того, чтобы приблизиться как можно ближе к Господу. Чем его слова, твоего падишаха, отличаются от тех слов, слов этих многобожников времен невежества, которые сражались тогда с пророком Мухаммадом, мир ему и благословение Аллах. И там был еще проведен такой довод, что якобы, если бы Кадыров тогда сказал те слова, то это бы еще с тех пор ему солилось бы. Так это с тех пор ему солится. Это этот ролик с тех пор ему солится. И на самом деле Кадыров-то не этим роликом нам открыл свою сущность. И до появления этого ролика мы знали, что Кадыров приобщает к Аллаху со товарищей, что он поклоняется могилам. Это мы и до этого ролика знали. Ему не нужно было нам об этом говорить, чтобы открыть нам глаза. Мы и до этого это знали и видели, как он ездит на эти зеяраты, поклоняется там, преподает ниц к этим могилам. Мы это все и так знали и видели. Поэтому этот ролик, не он открыл нам глаза, мы это прекрасно знаем. Просто до арабской аудитории он сейчас дошел. Дошел благодаря тому, что внук Ибн База опубликовал это у себя в Твиттере. Вот и все. И возвращаясь к словам Альве Каримова, что BBC сделали неправильный перевод, хочется сказать, что вот теперь мы получили, значит, этот урок чеченского языка от вас, сделали правильный перевод словам Кадырова. И в прошлом эфире я также сделал правильный перевод на те высказывания Кадырова. Я не знаю, случится ли когда-нибудь в этом мире так, что все люди действительно простутся идиотами, и вы станете счастливыми людьми, Кадыровцы, но это вряд ли. Вряд ли такое произойдет. Поэтому не тешьте себя такими иллюзиями, несбыточными мечтами. Такого не произойдет. Людей так дешево дурить у вас не получится. Тем более, что это уровень знания чеченского языка, это дилетанты какого-то, это любой человек знает, любой школьник может понять эти слова Кадырова. Так что этот номер не прошел. И в заключении я еще хочу спросить вас вот о чем. Вот эти вот мужские прически, мужские бороды, мужские усы, Кадыровцы, почему вас это все так, эти вопросы так волнуют? Почему вы интересуетесь прическами мужчин, их бородами, их усами, их внешним видом? Это влияние того визита Сергея Зверева к Кадырову, это после этого у вас проснулся интерес к мужскому внешнему виду. Что с вами не так? Что с вами происходит? Угомонитесь. Так, почитаем комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok